Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По идее, к сегодняшнему занятию у вас уже должно быть какое-никакое резюме. В этот момент предполагается вопрос. Поставьте в чате плюс, у кого резюме уже есть. Продолжение следует... Отлично! Отлично! Это все? Хорошо! Тогда, пожалуйста, поставьте мне в чате от 1 до 5 по традиционной советской системе, где 1 – это очень плохо, 5 – это прекрасно. Насколько вы довольны своим сегодняшним резюме? Оксана, 4. Прекрасно! Ирина, 5! Ирина, прекрасно! Сейчас я вас попрошу, вы первой нам расскажете, что вы с ним делали. Прекрасно! Мария? Мария на четверочку. Отлично, отлично! Тогда, пожалуйста, определите мне сейчас в трех словах сильные стороны вашего резюме. Почему вы считаете, что оно у вас на 4 или даже на 5? И вопрос, что мы тогда все здесь делаем, это, конечно, совсем другой вопрос. Хорошо, я поняла. Я поняла, ответа не будет. Ну, ладно, давайте тогда проследуем, что, собственно, нас, ага, Ирина, соответствует тому, что на самом деле. Угу. Тогда давайте как раз сейчас. Мария считает, что ее резюме на четверку, потому что в нем собрана и структурирована нужная информация, но есть сомнения, правильно не структурировано. Хорошо. Хорошо. И теперь тогда у меня для вас еще более хитрый вопрос. Если вы оцениваете свое резюме достаточно высоко, и вы даже видите, осознаете его сильные стороны, назовите мне, пожалуйста, одним словом или словосочетанием цель резюме, смысл резюме в поиске работы. Я считаю, что мое резюме должно отражать что? Мое резюме должно отражать мой предыдущий опыт работы. Мое резюме должно отражать все, что я знаю и умею. Так, Ирина, хорошо. Мои навыки и мой опыт. Мое резюме должно сделать для меня что? Вот с этого как раз сегодняшний урок я и планировала начать. Когда мы с вами зададим себе еще раз этот вопрос. Для чего? Отлично. Мое резюме, Мария, супер. Я считаю, что мое резюме должно отражать то, что я подхожу для работы, которую я ищу. Супер, Мария, Ирина, показать меня с лучшей стороны. Лично резюме должно помочь продать себя как профессионала. Совершенно верно. И вот это и есть главный и единственный смысл всей этой свистопляски с резюме. Почему мы уделяем ему так много времени? Потому что главный и единственный его смысл – продать вас. Главный смысл в резюме в том, что это ваша витрина. Представьте себе, что вы идете по ресторанному дворику или по фудкорту, как здесь это называется. И вас окружает 40 разных фастфудов. Они все достаточно для вас приемлемы. Они все достаточно того уровня здоровости питания, того уровня жирности или нежирности, какой для вас приемлем. Их 40. И возле каждого стоит человек с тарелочкой, в которой есть пробники. Знаете, да? Кусочки продуктов, которые они предлагают, или каких-то их главных блюд, в которых воткнуты зубочистки, вы можете взять и попробовать. Как вы принимаете решение, что вы выберете именно вот этот ресторанчик? Вы берете этой зубочисточкой, пробуете, вам нравится. В этот конкретный момент, в этом конкретном месте вам этот образец, этот сэмпл, этот кусочек того, что они вам там потом предложат, он вам нравится. И по этому принципу вам гораздо легче применять решение, чем если мы представим себе, что они все уволились. У них кризис в их ресторанной сфере, и эти люди, которые стояли с сэмплами, они все уволились. И вы можете делать выбор только на основе выиски, которая, собственно говоря, не очень много о чем вам говорит. Так вот, этот самый сэмпл, сэмпл вас, и есть ваше резюме. И главная его цель – отражать не то, что есть на самом деле, не ваш рабочий экспириенс, не ваши знания и умения. Его главная цель – быть таким привлекателем на этой тарелочке, чтобы рекрутер попробовал, захотел взять вас, войти в этот ресторан и попробовать, что же там есть. Рекрутер или менеджер по найму, чтобы вы прошли дальше, чем просто смотреть зимой. Вот какая главная его цель, а вовсе не правда, а вовсе не ваша настоящая история. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, если вы посмотрите, 90% вакансий содержат в себе такие нереальные требования, и они часто вызывают у людей, которые ищут работу, они часто вызывают страх и сомнение, что вообще можно найти работу по своему уровню компетенции. Это игра, которая принята в себе работодателей и соискателей, и единственный способ здесь преуспеть знать правила этой игры. Они преувеличивают свои потребности, мы, в свою очередь, преувеличиваем свои возможности. И когда мы встречаемся, если происходит щелчок, мы друг другом довольны, мы получаем работу, работодатель получает закрытую вакансию. Очень хороший пример на эту тему. У нас сегодня собралась практически такая девчачья компания. Представьте себе, что вы идете... Спасибо, Мария. Представьте себе, что вы идете от метро. Ой, это в Америке уже такой далекий экспириенс, но тем не менее, вот в прошлой жизни это прям вот распространенная такая вещь. Вы идете от метро, и вам ничего не нужно. И в этот момент вам вручают флайер. Я не поместила здесь эту картинку, чтобы вам вот взбодрить в вашем воображении этот образ. И вам вручают флайер. Вам ничего не нужно, у вас все хорошо. И вы видите, что в этом флайере, это реально, ну скажем так, низкая цена на какое-то очень интересное предложение. Например, мальчики, извините. Например, маникюр. Три раза дешевле, чем традиционно. Дополнительными парафиновыми масочками с покрытием. Совсем-совсем-совсем-совсем-совсем. И даже если вам прямо сейчас было это не нужно, но увидев эту привлекательную цену, вы задумаетесь, и в 70% случаев, если это где-то по пути, вы зайдете. Конечно, на месте обнаружится, что эта цена в 150 рублей, она только за то, что вы вошли в этот салон и больше ничего. Но сама идея того, что вы туда зашли, и, возможно, за 300 рублей вы уже готовы сделать это на неделю. Или, возможно, вы положили себе это в какую-то памятную книгу, и потом обязательно туда зайдете, когда будете идти мимо, у вас будет свободное время, или у вас возникнет потребность. В этом идея резюме. Захватить внимание, любыми путями притянуть и заманить. Я вас спрошу, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы все получилось, обязательно рассматривайте его именно с этой позиции. Это ваш флайер. Вы должны там блистать. Оставьте скромность в маленький ящичек, уберите ее, оставьте адекватную самооценку, тоже закройте на ключик, и работайте над своим резюме именно так. Дмитрий, мне сегодня сказали, что ищут мануального тестировщика с опытом 8 лет. Я сказала, что у меня только 3 года. Мне сказали, что не подходит. Ну, намекнули так. Ах, я сегодня полтора часа общалась с Михаилом, и, естественно, у меня не могло на меня не повлиять вот общение с ним. Сейчас я вам быстренько расскажу анекдот. Очень пожилой человек приходит к доктору и говорит, доктор, что-то у меня не ладится с интимной жизнью. Говорит, батенька, а сколько же вам лет? Он говорит, ну, 80. Ну, что же вы хотите? Ну, доктор, вот сосед говорит, что ему вот 89, а они вот по 3 раза на дню. Доктор поднимает на него глаза и говорит, ну, так вы скажите, что по 4 раза на дню. Тут, конечно, должен следовать гомерический смех, дурная манера смеяться над своими шутками, но, Дмитрий, мы уже, ладно, не буду называть имен, мы с одной девочкой сейчас параллельно работаем, немножко индивидуально общаемся, и как раз мы в выходные с ней обсуждали то, что неплохо бы уже ей попробовать теперь поэкспериментировать с цифрами в своем резюме, потому что само по себе резюме выглядит уже достаточно достойно, но вот эти вот 2 или 3 года, возможно, они и останавливают поток звонков и предложений. И она сказала, что да, попробуй-ка я экспериментировать с годами, дай-ка я добавлю себе лет. Вам, Дмитрий, вообще никто не мешает, тем более, что вы же на самом деле работу-то все еще не ищете, я помню, вы ее будете искать только в октябре. Поэтому, Дмитрий, если вы сейчас меня слышите, я даю вам вызов. Предлагаю вам в качестве эксперимента сейчас прямо на всю группу пообещать, что вы прямо сегодня измените на всех своих профайлах срок своего опыта в резюме с 3 лет. 3 вы написали с 3 до 5 с плюсом и расскажите нам, что потом происходило. Дмитрий, вы здесь? Тогда нелогично. У меня написано 7 лет. Тогда нелогично. Зачем вы тогда им сказали, что у вас 3? Так, хорошо. Поехали дальше. Есть еще так называемые скрытые вторичные цели резюме, которые в процессе работы очень нам помогают. Они, во-первых, определяют вообще, подходите ли вы под эту позицию, так называемый предварительный процесс отбора, когда там требуется, например, какой-то только строгий уровень образования или, вот как мы сейчас говорили, конкретные годы опыта работы. очень важный момент – это то, как ваше резюме оформлено и сформулировано. Это то, почему, еще не видя вас, еще не общаясь с вами по телефону, работодатель или рекрутер может сделать вывод вообще, насколько вы компетентны, насколько вы внятно выражаетесь и выражаете свои мысли. Это распространенная шутка, и это не только обо мне. Слово «инженер» в моем резюме, в моем профайле первое, наверное, было написано у меня вот так. Наверное, первые недели 3-4. И поэтому обращайте на это внимание, смотрите, проверяйте. Это тоже очень важный момент. Понятное дело, что если написано будет «monicure», даже если он будет за 100 рублей, мы не пойдем туда. Также, конечно же, резюме – это ваша контактная информация, это своего рода ваша визитка, имея с собой все время резюме. Вы можете всегда где-то его оставить, и значит, все с вами найдут, как связаться. Маловажный момент для тех, кто меняет карьеру или подумывает о какой-то работе, если мы не говорим конкретно об области quality assurance, в то время, пока вы составляете свое резюме и жонглируете job titles, вы можете определиться, какая работа для вас наиболее предпочтительна, и в соответствии с вашим резюме вы можете увидеть, где ваши самые сильные стороны и на какую работу максимально можете выкручивать. То есть это еще одно из преимуществ составления резюме, работы над резюме вдумчивым. Когда вы перечисляете все свои опыты работы предыдущие, у вас есть возможность, ну, скажем так, пораскинуть мозгами и внести ясность. И вот тут я добавила цитату из книги I see your IT resume. Я хочу, чтобы вы обратили сейчас на нее внимание. Это факт американской жизни, что в 99% случаев нанимают на работу не того кандидата, кто правильно выполняет работу, а того, кто правильно себя преподносит. Поэтому еще раз возвращаясь к старту нашего сегодняшнего урока, ваше резюме – это не список ваших свойств, навыков, знаний, предыдущего опыта работы. Это ваша витрина. Это ваше умение себя преподнести. Смортируйте его именно с этой точки зрения, и тогда все получится. Сейчас очень коротко по пунктам резюме, которые мы в прошлом уроке тщательно и старательно разбирали. Сейчас просто как чек-лист проверить, что обязательно, конечно же, образование с указанием названия заведений, со всеми степенями. И перечислите все возможные сертификаты. В Америке на это молятся. Я пока не могу сказать, я до конца не разобралась, с чем это связано. Почему у нас в России считается, что пройти вечерами за свои собственные деньги какой-то тренинг личного развития, ораторского мастерства. Это никого не интересует. А здесь даже клуб ораторского мастерства, SOS Master Club, даже они дают тебе сертификат при прохождении каждого уровня и спрашивают, отправят ли это твоему менеджеру, потому что это показатель, как человек ценит важность образования и важность развития. Поэтому, если у вас есть какие-то IT-курсы, онлайн-курсы, сертификации, если вы участвовали в каком-то семинаре одного, однодневном, двухдневном, трехдневном, который имеет хоть какое-либо отношение либо к вашей специальности, либо просто к тем качествам, которые в вашей специальности вам понадобятся, смело туда указывайте. Про четкие и понятные названия должности в описании вашего предыдущего опыта мы говорили на первом занятии. Я рекомендовала вам SOS Multitrans в первую очередь, где можно найти переводы всего на свете. И, конечно же, во вторую очередь нельзя забывать, что существуют форумы, где можно всегда спросить мнение профессионалов, где можно всегда проверить и уточнить. Не полагайтесь просто на то, что вы сами разобрались и знаете, обязательно проверяйте. название программных продуктов, технические термины, специализированный жаргон. Это очень хорошо подчеркивает то, что вы показываемые 7 или 8 лет экспириенса не просто написали, а он у вас действительно есть. Потому что это вещи, которые формируются в процессе работы, к которым привыкаешь. Поэтому трудитесь посмотреть, какие аббревиатуры, какие сокращения используются в вашей отрасли и какие из них приемлемо указывать резюме, конечно же. Название компаний. Само собой разумеется, что если у вас есть в вашем архиве активе какие-то крупные международные компании, которые можно указать, не забывайте их перечислить. Ну и также не забывайте перечислить любые компании, какие у вас есть в архиве. Принадлежность к профессиональным организациям. Это ассоциации разного рода. Это онлайн даже комьюнити. Если вы в них состоите, тоже туда смело указывать. Глаголы действия. Это вот у меня здесь есть вот весь такой вот файлик. Глаголы действия и слова. Это как раз выдержка из EICUIT-резюме. Прошу вас обратить на это внимание сейчас. Как видно, достаточно читаемо. Ну, ну, собственно говоря, будет тоже все в презентации. И я положу эти файлы все в папочку на Google Drive. Так, сейчас попробуем еще увеличить. Вот так, вот так, вот так. А так? А так? Не изменилось. Хорошо. Общая идея здесь такая, что максимальное количество раз в описаниях своей предыдущей деятельности используйте вот эти слова. Это хороший пример. Книгу я рекомендую еще раз прочитать. Можно взять это в книге, можно отсюда просто взять. Но эти слова, которые подчеркивают, во-первых, результативность, во-вторых, нацеленность на действия. И в-третьих, как я уже говорила, все в Америке это про правила и протоколы. И для нас в этом есть большое облегчение, что мы можем просто узнать, как это работает. И следовать правилам. И так как мы с вами уже немножечко заглянули под покрытие, как это работает, мы можем сейчас с вами видеть, что вполне возможно используя эти слова, добавляя эти слова, наше резюме, мы можем наше резюме преобразовать в что-то чуть более говорящее о нас ярко, эффективно и громко. Как это в английском принято, они одновременно могут быть и существительными, и глаголами. Так. Хорошо. Так. Вот здесь. Угу. Когда вы описываете предыдущие от работы, обязательно не упускайте возможность указать какие-то достижения. не просто делала и писала тест-кейсы, а написала 150 тысяч тест-кейсов, чем заполнила целый тест-план для организации. Не просто тестировала приложение, а делала его готовым к каждому релизу и выпускала релиз в срок благодаря мне любимому, мне большому молодцу. И вот еще я добавила в этом потоке новую фишку, которую тоже нашла в какой-то книге по поиску работы в Америке. Это рекомендация по названию файла. Помните, мы с вами уже на первом уроке говорили, что оно не должно называться резюме или какими-то нечитаемыми символами. И вот я нашла такую рекомендацию. Назовите файл, первое имя, последнее имя, резюме, и каждый раз, когда вам его нужно кому-то оставлять, добавляйте сюда, то есть, машей вам новое резюме for такой-то компании. Этим несложным действием, которое займет у вас одну минуту вашего внимания и одну минуту вашего времени, вы имитируете, что вы не делаете веерную рассылку, резюме, куда попало, а что вы думаете конкретно об этой компании. Ну, скажите, вам, как получателю, приятно было бы получить такое резюме, когда это сделано индивидуально для вас? А теперь напишите мне, вот по вашим предположениям, сколько времени это может у вас занять. отлично, Мария, фикунду, все верно. Видите, это те самые, те самые маленькие вещи, которые, из которых и состоит вся американская культура. И если мы знаем об этом, а мы можем об этом узнать, потому что мы же русские, мы можем преодолеть все препоны в виде неродного языка, незнания менталитета, отсутствия местного опыта. Просто следуйте правилам. Не, Елен, мы сейчас не говорим про требования позиции, мы сейчас говорим исключительно про название файла. Да, вы совершенно правы, нужно соотнести резюме с требованием позиции. Это однозначно. Так, теперь о плохом, чего быть не должно. Вот тут я приготовила такой хороший образец. Это форума из одного треда. Замечание человека из Кремниевой долины человек, который сейчас уже сам является менеджером и он нанимает людей. И вот его мнение по поводу ошибок в резюме. Как вы видите, дефис без пробела, лишние пробелы после запятой, список качеств вот так оформлен. Я вот не совсем поняла, есть у кого-то какие-то соображения, что не так со списком качеств. имеется в виду, что они бы хотели буллеты, а не тире, или имеется в виду, что каждая строка должна начинаться с заглавной буквы. Какие у вас есть мнения? если звание нижней нет нижней nó Кстати, да, хороший момент, Елена. Может быть, даже список качеств и не нужен. Тут не указано, конечно, какие качества. Может быть, это стилки. Да, да, да. Ну, это хороший пример. Я специально его себе сохранила. Это хороший пример, как какие-то мелочи. Вот представьте себе, что этот человек, он великолепный специалист. И какие-то мелочи, вот на LinkedIn, имя его с маленькой буквы. Они могут сразу прекратить вообще даже мысли о нем в его сторону. Поэтому опечатки и грамматические ошибки обращайте внимание. Опять сейчас напомню про инженера, как его написала я в своем первом профайле. Как мы решили все совместно в первом потоке про то, что English intermediate or fluent or какой угодно, ничего мы не указываем. По умолчанию, если вы в этой стране, если вы претендуете на такую работу, значит, у вас все нормально с английским. И то, что русский, native, тоже писать не нужно. Есть исключения. Может мне кто-нибудь сказать, в каких случаях надо указывать владение какими-то языками, кроме английского? Какие есть мысли, какие соображения? Так, верно, все верно. Традиционно все выпускники школы великого нашего Михаила, нашего Портнова имеют жутчайшее резюме. Потому что там как раз общие фразы и дуальности. Поэтому после того, как мы уходим из школы, или если мы там вообще не были сами работаем на древесюме, избегайте всяких там highly motivated, self-organized и все остальное. Это как бы сразу красный флаг, что человек где-то скопировал, просто шаблон и даже не вгляделся в резюме, не вдумался. Постарайтесь ввести описание предыдущего опыта работы от процессов к результатам. Как я уже говорила, вместо писала-писала-писала тест-кейсы, сформировала пул тест-кейсов для такой-то части приложения, сформировала и делала, и запустила пул тест-кейсов для этой части приложения, постоянно делала приложение готовым для релиза, каждый регулярно, три недели. Что-то вот такое. То есть когда вы описываете свой предыдущий опыт, формулируете это в законченных предложениях, в совершенных предложениях. Что-то было сделано, а не просто что-то делалось. Ну, про краткость и длинность резюме, наверное, даже смысла нет говорить. Понятно, что чересчур длинное резюме, никто не станет его читать и не дойдут до конца. И слишком короткое резюме, оно просто не будет иметь возможности отразить все, что нужно, отразить все ваши блестящие качества и сыграть для вас. Название должности, как я уже сказала, формулировать четко и конкретно. Особенно это касается вашего предыдущего экспириенса, который вы сейчас сортируете в вашу желаемую профессию. Даже если вы используете расслужчатые названия, вроде как QA Analyst, обязательно формулируйте четко, что вы делали. Чтобы было максимально все ясно и понятно. Форматированием не увлекаться, украшательством не увлекаться, мы еще дальше про это будем говорить. Почему? И традиционно резюме не включает никакой личной информации. Очень много вижу, пока вот сейчас готовлюсь к каждой новой презентации, очень много просматриваю материалов, очень много вижу образцов резюме, где указывается и хобби, и семейный статус, и какие-то вообще по жизни увлечения, и дата рождения, и страна рождения, и все что угодно. Этого ничего не нужно. Здесь все понятно. Так. Сейчас мы с вами переходим к секретной штуке. Проверьте, чтобы все двери были закрыты, чтобы все окна были плотно закрыты. Лучше всего выключить свет, взять лэптоп в туалет, выключить там свет, накрыться одеялом и только там смотреть. Как резюме попадает к работодателю? Каждая, даже самая маломальская, уважающая себя компания, даже наша компания, которая сейчас проходит через трудные времена, все они имеют Applicant Tracking System. Это софтвер, который, как здесь в Америке это принято, компания не обязательно иметь свой. Это могут быть веб-приложения, на которые они подписаны, и платят каждый месяц какие-то небольшие деньги и пользуются им. Который представляет из себя сито или воронку, или фильтр. И просто само знание, как же этот фильтр устроен и как он работает, очень сильно поможет вам преобразовать свое резюме и повысить его нахождаемость, его проходимость через фильтры. И в конце концов, конвертацию вашего, отправки вашего резюме в интервью. Что, собственно говоря, вам и нужно на данном этапе. В чем, собственно говоря, и есть самое важное решение резюме. Начнем с того, что фильтр – это машина, это приложение, это программа, это не человек. Это значит, что никакой гибкости, никаких додумываний, никакого понимания с полуслова. Только стандартные запросы. Вот здесь у меня есть образец. Как выглядит одна панель управления одной из таких систем? Скажите, как видно? Так хотя бы, чтобы общая идея была понятна. Значит, смотрите. В дальнейшем, конечно, когда весь мой проект разобьется и станет вообще крутым до небес, я заведу собственную такую систему, чтобы изнутри все показывать. Но сейчас мы можем просто посмотреть на скрине. Идея здесь такая. Тут, где вы видите Missing Keywords, это значит, что в данный сегодняшний день я, как hiring manager, пришла и задала вот такие вопросы. Вот такие параметры для поиска. И что мне вернуло приложение? Оно вернуло мне какое-то количество резюме. И я, конечно же, когда открываю эти резюме, в первую очередь я буду открывать такие резюме, в которых показатель вот этих упущенных слов будет минимальным. И, соответственно, те слова, которые мне нужны, будет максимальным. Таким образом, прежде чем человеческий глаз взглянет на ваше резюме и скажет, «Интересно, дайте ко мне это попробовать, пойду-ка я сейчас сюда перекусить», это резюме проходит через железку, через машину, через программу, которой все равно, как у вас дальше все блестяще после слова «work history». Машина не знает слова «work history». Или есть такая распространенная ошибка, когда сразу после фамилии и имени пишут через запятую «должность». Машина не знает название должности с фамилием и именем рядом. То есть для нее очень важно и принципиально, чтобы все было по полочкам. Таким образом, мы возвращаемся сюда. Ваше резюме должно быть разбито на секции. У каждой секции должен быть заголовок. Для легкости нахождения и читания сделайте эти заголовки для легкости и простоты прочтения машины. Сделайте эти заголовки заглавными буквами. Вот это я сюда специально вынесла. Назовите свой предыдущий опыт работы «work experience». Сильно просят везде, во всех статьях, на всех ресурсах. Сильно просят называть это так. Потому что это одно из решающих. Когда запрашивается какой-то кандидат у этого фильтра поискового, то в большинстве случаев волнует, конечно же, название позиций, но в первую очередь волнует предыдущий опыт работы. Потому что, как мы уже говорили, по IT-индустрии, да и во многих индустриях, кроме IT, не всегда совпадает точно, как называется специальность. И от этого может ничего не меняться, а называться совершенно по-разному. Поэтому основная нагрузка идет на ваш work experience. Пусть он называется так. Заголовки с секциями, заглавными буквами. Про форматирование мы уже сказали. Теперь становится еще понятнее, почему не нужно никакого сложносочиненного форматирования. Никаких табличек. Есть такая, да, мода делать резюме в виде таблиц. Никаких таблиц, потому что таблицу вообще система не воспримет. Не экспериментируйте со шрифтами. Пусть все будет четко и понятно. Помните, что первое, что проходит ваше резюме, это машина. И ей все равно, какой вы прекрасный. Ей нужно самое основное. Маловажный момент – это частота употребления ключевых слов. Что такое ключевые слова? Это слова, которые наиболее часто встречаются в названии вакансии. Для этого вы просто себе распечатываете вакансию, берете маркер, выделяете все, что вы там видите в требованиях, в описании работы. И эти же слова должны быть в вашем резюме. Да, это работа. Но поиск работы – это full-time job. И еще один важный момент. Сейчас я постараюсь быстро найти образец. Обратите внимание на графу. Как видно? Как видно образец? Обратите внимание на вот эту часть ProWork Experience. Очень частая распространенная ошибка… А где же у меня еще одну резюме? Сейчас одну секунду. Сейчас буквально одну секунду я найду один образец. Все в порядке. Это вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Очень важный момент – указывать название компании и затем описание должности. И только потом даты. Сейчас очень быстро не найду образец, но у меня было такое резюме, где сначала… В общем-то, это кажется даже очевидным. Сначала мы пишем время, когда мы там работали, потом мы пишем название компании, а потом мы пишем должность. Это неправильно. Так быть не должно. В первую очередь указывается название компании, дальше указывается позиция. И также обратите внимание, вот здесь вот, кстати, тоже хороший пример, о чем мы уже говорили. карандашик. Как прочитает машина, если ее попросят найти фриланс-дизайнера? Как прочитает машина вот эту часть? Она вполне может ее прочитать как «Роу фриланс-дизайнер». И она скажет, нет, нам это не подходит. Поэтому помните всегда, что прежде чем ваше резюме попадет к человеку, оно идет через машину. И это должно быть очень просто и понятно. Так. По системе фильтрования резюме вопросы есть? Что мы делаем с резюме дальше? Как-то сегодня у нас, ребята, так подвисает. Как только у вас все понятно с вашими навыками и умениями, подготовьте табличку из трех колонок. Честно скажу вам, у меня даже есть образец, но я вам его не покажу, потому что он почему-то у меня сохранился с тремя разными файлами, в каждом из которых одна колонка. Поэтому давайте сейчас будем представлять себе. Таблица с тремя колонками. В первую колонку вы пишете навык, во вторую колонку вы пишете его определение, что это такое, чтобы сказать коротко и ясно. Это язык программирования, это операционная система, это язык формирования запросов. И в третьей колонке вы пишете два, как минимум, предложения, как вы его использовали в своей предыдущей работе. Эта работа не на один час, я согласна. Звучит немножечко перенагружающе. Но эта работа воздастся вам старицей. Как только вы это все сначала просто для себя сформулируете, найдете в интернете, спросите кого-то, у вас уже наступит ясность и гораздо более спокойное отношение к беседам о вашем рюме, к собеседованию, к чему мы, собственно, сейчас и готовимся. И второй момент. Пока вы собираете информацию, я вам гарантирую, и обещайте мне, что вы мне об этом сообщите, вы обязательно найдете что-то еще, что вы упустили, что вы тоже можете добавить свои навыки и умения. И это все. И есть смысл работы над резюме. Никогда не жалейте на это времени и никогда не сомневайтесь, что, ой, ну это так долго, может я через это как-то перепрыгну и обойдусь. Обязательно это делайте. Сейчас мы переходим к моменту, о котором Елена уже писала. Job title менять вообще железно. То есть если вы видите позицию, и она не похожа, она, вернее, соответствует тому, что вы хотите, ну, например, у вас в вашей резюме вакансия Software QA Engineer, а там называется она Quality Assurance Tester. Ctrl-C, Ctrl-V, Поехали. Насчет знаний и навыков, я написала здесь использовать с осторожностью, потому что надо обязательно ориентироваться, как это все обстоит у вас, что есть у вас в резюме, не жалеть времени, немножко это все модифицировать и изменить, и каждый раз смотреть по ситуации. Потому что да, вообще традиционный совет, просто делайте Ctrl-C, Ctrl-V. Но, как говорится, там тоже не дураки сидят. И если вы не хотите показать себя человеком, который не уделяет внимание деталям, что, собственно говоря, очень важно в нашей профессии, потратьте на это тоже какое-то время. Про ключевые слова мы уже с вами говорили. Ключевые слова мы находим в описании работы. Мы находим их во всех тех файлах, которые мы собирали, когда собирали информацию. Job description, job title, job requirements. И щедро их в своем резюме используем. Так, и также для поиска таких ключевых слов вы можете зайти в раздел карьера на сайте любой компании, которая вам интересна как потенциальный работодатель. Конечно же, профессиональные блоги и бумажная литература. Ну, про бумажную литературу я, конечно, так написала уж, потому что нельзя забывать про это, но в наше активное такое премия, может быть, даже и уже и в литературе все успевает устаревать еще до того, как она попадает в магазин. Те же самые ключевые слова у вас потом пойдут и в профайлы, на сайты по поиску работы и на профессиональную сеть LinkedIn, и в сопроводительные письма. Вопросы. Все понятно. Какая красота. На удовольствие с вами работать. Так. Часто возникающий вопрос. С вами мы не местные. Что делать? Я подобрала для вас несколько ресурсов, которые у меня в первую очередь приходят в голову, где можно обратиться за помощью, чтобы проверили резюме, погоняли по резюме, дали какие-то советы. Between Job Ministries – это мероприятие, которое организуется в церкви. Не скажу за всю Америку, погуглите, пожалуйста, в своем городе сами, но у нас в Хьюстоне это огромная, мощная сила. И я знаю сама, живьем людей, кто приходил туда там два-три раза, они встречаются раз в неделю, на несколько часов, кто приходил туда там пару-тройку раз и в конце третьего визита уходил оттуда уже с реальным, ну, не job-оффером, приглашением на интервью. Они устраивают это свое, они устраивают там своего рода, ну, не совсем ярмарку вакансий. Они предоставляют возможность и пообщаться с рекрутерами, у них есть там и вакансии, часто они приглашают тех людей, у кого эти вакансии есть, и они там же могут побеседовать с потенциальными работниками. Но самое главное, что дают такие встречи, это веру в себя, это возможность попрактиковаться, это возможность, чтобы ваше резюме проверили и дали вам какие-то грамотные советы. Я очень это место рекомендую, погуглите в своем районе, в своем городе. И не надо смущаться, что это церковь, там никого ни в какую веру не обращают, это действительно просто гуманитарная организация. Вот как только у меня будет свободное время, у нас, к сожалению, самое крупное вот это мероприятие. Вообще у нас есть во всех церквях по району, но они все встречаются в будни с утра и в самой крупной церкви, которая там, с полу Техаса приезжает туда, они собираются в среду с 9 утра до 12 дня. Я пока туда никак не попадаю. Но как только у меня появится такая возможность, я буду туда ходить, потому что это же не только на поиск работы направлено. Ну, кому нужна работа. Это прекрасное место, где можно заводить знакомства. Онлайн комьюнити, с форумы, это понятно. Очень рекомендую вот этот вот SQA forums, ресурс. Там очень много информации, начиная с вопросов на интервью и заканчивая темой, где можно, да, попросить посмотреть резюме. Ну, конечно, говорим наш про US. Там прекрасно тоже, можно всегда пойти и всегда помогут и подскажут. Пока не охваченная тема это сообщество на meetup.com. Если туда вступить, зарегистрироваться и просто поискать поиском, вы можете увидеть, какое количество людей собирается и встречается и в вашей отрасли, и в вашем районе. И там тоже можно всегда найти человека, кто с удовольствием посмотрит ваши резюме. Библиотеки, городские колледжи это еще одно место, где можно обратиться за помощью. В библиотеке проводятся какие-то курсы по поиску работы. В городских колледжах тоже такие же бывают ярмарки вакансий. Ну, и ярмарки вакансий сами по себе, которые у нас, вот, например, в Хьюстоне, они строго по отраслям разделены. Они, наверное, везде так, да? Дмитрий, вы идете завтра? Вот, вы пишете в Шарлотте завтра у вас в 9 утра. Я так понимаю, что они по отраслям распределены. У нас, вот, я часто слышу от людей, которые в нефтяной отрасли ищут работу, что они как раз на свои вот эти ходят. Очень довольны оттуда приходят. Даже если не получил работу, получил массу опыта, получил массу уверенности в себе, какой-то заряд такой позитивный, что, да, не боги горшки обжигают, я справлюсь, я могу, я востребован, я интересен. Поэтому это я сильно, сильно, сильно рекомендую, как минимум, один из этих ресурсов использовать. Так, поехали дальше. Это правило, которое распечатать и повесить на стенку. Резюме должно быть обкатано, вылизано, проверено на то, чтобы оно было проходимо через машины и вывешено на сайтах по поиску работы, в сети LinkedIn. И только после этого мы начинаем ходить и смотреть вакансии и нажимать на кнопочку Apply. Не реже, чем раз в три дня, а вообще по-хорошему каждый день. отправлять что-то в резюме. Одну запятую, одну букву там, один пробел сям, для того, чтобы оно у вас было самое свежее. В тот период, пока вы ищете работу, само собой разумеется, потом можете вообще его сделать закрытым, забыть его, удалить профайл. Нет, этого делать не рекомендуется, не слушайте. Еще один важный момент. Отзываться на вакансии нужно каждый день. Делать поиск, находить все, что подходит вам, и отзываться на вакансии каждый день. Потому что достаточно большое количество вакансий уходит за один день. Если вы делаете это через день, то вероятность, что вы пропустите какую-то интересную, хорошую, жирную, вкусную вакансию примерно процентов 50. Ну и это последний пункт, это совет от Михаила, нашего партнера. 50% мэч. То есть, если вы видите, что хотя бы 50% соответствует тому, что запрашивается в вакансии, подавайтесь. Как говорится, план война покажет. Главное вязаться, там разберемся. Так, очень быстро и коротко. Вот сегодня выбилась из тайминга. Очень быстро и коротко про историю о себе. Кто-нибудь уже начал составлять историю о себе? хорошо. Мария. Большая пятерка за честность и смелость. Цель этой истории продемонстрировать, что вы подходящий кандидат на эту позицию в первую очередь. Но не следует забывать, что это еще и проекционный тест. То, что вы о себе расскажете, то для вас и значимо. И это хороший индикатор для собеседника, чтобы понять, что вы из себя представляете. Помните об этом всегда. Формулу, которую предлагают американские рекрутеры и HR-менеджеры настоящее, прошлое, будущее. Начните с настоящего времени. Я такой-то, такой-то, выполняю то-то и сё-то. Сообщите что-то о прошлом, как вы это делали, какие навыки, которые вы приобрели, какие действия, которые вы выполняли, относятся к сегодняшнему дню. и закончите переходом в будущее. И закончите переходом в будущее. Обязательно подчеркните, как вы узнали про вакансию, как вы впечатлились этой компанией и как вы поняли, что вот ваш вот этот весь опыт поможет вам перейти в эту новую должность в новом качестве. Проявите осведомленность о продукте компании, о продукции, о ее профиле, то, что она производит. Подчеркните, как важно то, что делает компания для окружающей среды, для мира, для человечества в целом. Ну, естественно, если это имеет место будет. Также здесь минимум персональной информации. Указывайте самый высший свой уровень образования. Например, я получил свой академический с чего-то там в городе Урюпинске в 79-м году. И, конечно, в нашем случае, если вы меняете место жительства, например, с другого штата переехали, или, как часто это бывает вообще, что у вас большая часть вашего резюме, например, на Россию, а теперь вы здесь, просто поясняете. Я там решил, не понравилась Америка и решил в Америку переехать. Вот этот момент я советую продумать и как-то коротко акцентировать, потому что это точно играет на вашу пользу. Это подчеркивает, что вы человек, который ставит цели и их исполняет. Поэтому момент переезда в Америку обыграйте как-нибудь с пользой для себя. В моем случае я именно так и сказала. Я посетила Америку. Я посетила Америку три года назад. Я влюбилась в эту страну, я поняла, что я хочу здесь жить. и вот я здесь. Я приехала. Ну, конечно, я не оставляю всегда еще моментов сказать, какая я везучая, как я выиграла грин-карт, потому что это тоже для многих людей такой момент. Да ладно, это что вообще бывает? Таким образом, что бы у вас ни произошло в процессе переезда, как бы вы ни переехали, это в любом случае достойно внимания, достойно уважения, потому что мы с вами особенные. Мы в чужой стране, мы адаптировались, мы говорим на чужом языке и говорим хорошо, да, Дмитрий. И это достойно того, чтобы быть подчеркнутым, это достойно того, чтобы привести, быть приведенным, как ваше достижение, как ваше силу. Здесь у меня собрано как подсказка три компонента хорошей такой истории. Кто ты? Это тоже очень важный момент. Как вы себя позиционируете в профессиональном плане? Подумайте над этим, погуглите, можете взять отсюда образец, подчеркните области своей экспертности. В чем вы действительно нереально хороши? Ну, опять же, относительно, конечно же, работы. Потому что я вот, например, нереально хороша в выгуливании собак. Гулять с ней и болтать я вообще нереально хороша. Ну, вот как-то это не совсем относится к позиции. Поэтому это должно быть все в этом ключе. И подчеркните почему вы уходите со своей предыдущей работы? Почему вы ищете другую работу? Мы вот как раз общались в индивидуальной сессии в субботу. И эта тема была мной озвучена, что в субботу. Спасибо за субботу. Спасибо за субботу. субботу. Спасибо за субботу. вот здесь. Так вот, возвращаясь к моменту объяснения, почему вы меняете работу. для рекрутера, для менеджера, с которым вы беседуете, кому вы будете преподносить эту историю, вы закрытая территория, он ничего о вас не знает. И он, конечно же, будет делать вывод обо всех ваших привычках, ваших жизненных укладах, ваших жизненных ценностях, обо всем глобально, по тем мелочам, которые он может сейчас увидеть. Выражаясь официальным языком, микрокосм равно макрокосм. Соответственно, если вы в своей истории коротко, но очень четко дадите понять, что вы полностью довольны и счастливы на своей предыдущей работе, и вы просто решили, что вам нужно развиваться дальше, что это совершенно законные и нормальные основания. То есть продумайте этот момент обязательно, и обязательно его в истории о себе тоже озвучьте, почему вы уходите, почему вы не имеете работу. И во избежание вопросов, как выяснилось, да, несмотря на то, что вся Америка путешествует за работой по всей Америке и даже не по Америке, но тем не менее часто попадаются люди, которые вообще не могут понять, как это, ты переехала из Калифорнии в Техас, как это такое может быть, и как ты еще месяц работала в Калифорнии на удаленке, как такое может быть. Во избежание этих вопросов заранее продумайте два-три предложения, которые коротко и ясно объясняют, что вы заканчиваете там проект, что вы работаете сейчас удаленно, здесь вы приехали потому-то и потому-то, сейчас вычете работу здесь, потому что у вас здесь надолго, ваши родственники здесь, ваши корни здесь, все что угодно. Чтобы избежать неприятных вопросов, постарайтесь просто максимально коротко и четко изложить вот эту информацию. Это что касается историй о себе. Домашнее задание. Посмотрите на свое резюме еще раз. Посмотрите, является ли оно тем... Посмотрите, является ли оно тем самым флайером, который презентует вас, который манит вас попробовать. Отложите его. Пойдите погуляйте, сделайте что-нибудь другое. Вот он вернитесь и посмотрите на резюме с точки зрения машины. И проверьте его на предмет заголовка, на предмет четкости определений, на предмет правильности расположения, название компании, название должности, дата, на предмет того, что ваше название должности, на которое вы претендуете, оно нигде не сливается у вас ни с вашим именем, фамилией, ни с адресом, на предмет того, что все четко, просто и читаем. Пусть ваше резюме будет легко проходимо и через людской скрининг, человеческий скрининг, и через машинный скрининг. Начните свое резюме прорабатывать по принципу на каждый навык или на каждое знание или умение определение, что это за продукт, для чего предназначен, как вы его использовали в работе, ну и как обычно, наша любимая учить наизусть. Зачем учить наизусть? В условиях, когда мы в новом языке, да еще и в новой профессии, все наши трудности и сложности умножаются на два. И для того, чтобы снизить стресс в процессе прохождения интервью, а его будет очень много, все остальное нужно максимально подготовить и стереть соломку. Поэтому все, что можно, учим сейчас наизусть. Это расширит ваш профессиональный словарь, это даст вам спокойствие, больше ничего собственного не нужно. После того, как вы довольны своим резюме, перенесите данные про файлы по поиску работы. Можно начинать. Начинать делать что? Каждый день отправлять резюме, чтобы у вас дата обновления была самая свежая и нажимать кнопочку Apply на все желаемые позиции. историю о себе, кто еще не написал, написать. Кто написал и даже ей доволен, продолжаем ее совершенствовать. У вас должно быть 15 вариантов. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но у вас должно быть, как, опять же, мое любимое, как конструктор лего. эти кусочки должны между собой быть взаимозаменяемы и в соответствии с каждой ситуацией вы должны быть готовы что-то по ходу поменять. А для этого, да, проще всего просто это все учить. Учить на языке. Пока вы готовите и задаете свои вопросы, я подготовлю презентацию по практической киске. Если все понятно, поставьте в чате плюс. Кто собирается хоть что-нибудь из всего озвученного делать, после два плюса. Я хочу просто, да, обратить ваше внимание, что знание это вообще вот хорошо, но делать это просто вот сто раз лучше. И как сегодня на примере Елены, которая нам вечером сообщила свою новость о джоп-офере, вы можете видеть, что все это работает, что никакого такта волшебства и каких-то страшных везений или рождения серебряной лузочкой во рту не нужно. Просто следовать правилам и делать это каждый день. так, сейчас я выключу.